Всем привет, с вами Арталаски, и сегодня я покажу основу рисования персонажей для топ-даун-шутеров в стиле пиксель-арт, сразу после рекламы. Кибер ВР – отличный онлайновый шутер виртуальной реальности. Можно играть как друг с другом, так и целыми командами против компьютера и других команд. Реалистичные движения тела, повторяющиеся за игроком, и динамичные перестрелки выглядят очень многообещающе. Проект с успехом прошел Greenlight и уже доступен в Steam, так что налетаем. Итак, в первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто не поместился в предыдущем видео, и отдельная благодарность анонимам, которые либо не захотели указывать свое имя, либо забыли. В любом случае, для всех вас у меня есть кое-что интересненькое, помимо словесной благодарности. Все те, кто поддержал канал в эти первые три дня сбора, получат в подарок такой набор графики и вот такую 3D модель. Все это они смогут использовать в своих коммерческих проектах. На мое удивление, в эти первые три дня была собрана сумма в 20 тысяч рублей. Три из них я получил с рекламы в предыдущих видео, и в этом в том числе, а все остальное поддержка подписчиков. Мы собрали уже почти половину суммы, но многие до сих пор не видели ролик, в котором мы начали собирать на ПК. Поэтому я хочу напомнить об этом и сделать следующую акцию. Все, кто поддержит канал на сумму 10 рублей и больше, получат этот набор графики для платформера, которые они могут использовать в коммерческих проектах. Тут есть пять анимированных персонажей, три телсета на различные темы и, собственно, интерфейс. А все поддержавшие канал суммы более 50 рублей смогут пополнить свою коллекцию 3D моделей этой снайперской винтовкой с настроенными ПБР материалами, дополнительными текстурами и модулями. Поэтому, если вы хотите заполучить себе такой контент, то торопитесь, ведь как только мы соберем нужную сумму, они будут стоить так, как показано на экране. Напоминаю, что половина нужной суммы была собрана в первые несколько дней. Ну, а теперь к теме видео. Я уже снял много-много видео по платформерам и буду снимать еще. Но для разнообразия было бы неплохо сделать серию уроков по графике для ТДС-игр. Тем более, что многие этого ждали достаточно давно. Сегодня мы нарисуем простого солдата, на основе которого можно будет сделать разные варианты и вставить их в свою игру. Итак, для начала откроем какой-нибудь документ. Ну, размером, допустим, 32 на 32 пикселя. А здесь я открыл побольше, так как мне хочется побольше пространства. А у меня тут 128 на 94 пикселя. И значит, первое, с чего я обычно начинаю, когда рисую спрайты для ТДС, это рисую вот такую вот голову, которая, как правило, приходится на роль каски. Но для начала было бы неплохо залить цвет каким-нибудь зеленым цветом. Можно просто взять отсюда, но у вас-то этого, скорее всего, не будет. Поэтому берем вот такой вот цвет, где-то между желтым и голубоватым. Ближе можно даже к голубоватому. А не слишком насыщенный и достаточно темный. Ну, в принципе, вот такой подойдет. А здесь он более такой с синеватыми оттенками получился и чуть посветлее. А идем дальше. Значит, теперь берем черный цвет и карандаш 1 пиксель. Обратите внимание, именно карандаш, а не кисть, которая по стандарту стоит в фотошопе. Иначе у вас будет такая растушевка. В комментариях очень часто пишут про подобную проблему. По этому поводу есть даже отдельное видео, как настроить фотошоп. Поэтому обязательно посмотрите, если вы особенно первый раз на канале. А мы тем временем рисуем каску. Значит, смотрим. Рисовать идеальный круг, как бы... Ну, вы поняли, да? Рисовать, в общем-то, просто круг вовсе не обязательно. И даже если прибегать к таким инструментам, как растягивание вот этих вот фигур, а и получить в итоге что-то вот типа такого, причем со сглаживанием, которое нам к черту вообще не нужно, получится что-то вот типа такого. Круга нам будет вполне достаточно. Единственный момент, что голова сверху, она не обязательно должна быть вот такой вот круглой. Поэтому я ее сейчас продублирую. Давайте даже вот сюда продублируем. И вот эту часть можно удлинить буквально на один пиксель. Вот. То есть такой вот овал. Все. Самое сложное, считайте, вы сделали. Далее есть несколько вариантов. Первый вариант, а это когда у нас держит оружие. То есть как на вот этом примере. Советую создать новый слой, чтобы как бы осталась голова на отдельном слое. И спокойненько так вот набрасывать типа торс. Вот, кстати, один из неплохих вариантов, который нужно, правда, подровнять. То есть нам, по сути, надо сначала просто накинуть как бы такую форму плеч, такой, да, вот полукруг, но слегка вытянутый. То есть даже если я возьму сейчас вот эту нашу голову и от нее вот такую вот половинку, да, то это можно уже считать за плечо, допустим. Вот. Только еще было бы неплохо это дело слегонца так сузить. Вот так хотя бы. Вот. Ну, проще, конечно, это сразу будет нарисовать от руки, но как бы для наглядности я решил сделать еще и так. Так. А теперь вам то же самое нужно добавить с другой стороны. А если кто не владеет фотошопом и не понял, что за шаманство здесь сейчас произошло, то нажав клавишу M мы активируем вот этот инструмент выделения, удерживая левую кнопку мыши так все выделяем. И теперь удерживая Ctrl и Shift, а также еще Alt, то есть такая вот троица. И теперь удерживая левую кнопку мыши при всем этом, я вот так вот как бы перетягиваю себе дубликат. Но при этом он остается на этом же слое. И сразу лучше сделаю это вот в эту сторону. А теперь идем в редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Вообще рекомендую настроить здесь горячую клавишу. Теперь уже на этой основе можно делать что-то поинтереснее. Давайте вот так же продублируем. И знаете, что у нас есть вот с этим персонажем? Ну, во-первых, у него есть рюкзак. Я практически всегда добавляю какой-то элемент на спину таким вот персонажем, ну потому что это просто смотрится красиво. Так, давайте лишнее отсюда сейчас поубираем все, чтобы не мешалось. И, собственно, рюкзак можно добавить тоже практически повторяя контур. Давайте вот так вот по одному пикселю здесь от плеч отступим. И вот так вот его сделаем. Вот так. То есть уже какой-то такой объем появился, уже достаточно симпатично смотрится. И теперь нам нужно сделать, так сказать, руки, которые будут держать это оружие. Если делать просто стоящего персонажа, то есть вот он стоит, например, куда-то смотрит, что-то охраняет, то оружие сделаем в эту сторону. Но если, так сказать, боевое положение, например, у нас так игрок бегает туда-сюда, поворачивается, то уже, естественно, должен быть обзор оружия именно вот так вот перед собой. И также достаточно немаловажный момент. В этом спрайте сделан насчет того, что он не будет вращаться вот так вот в разные стороны, как это обычно бывает в ТС-играх. То есть, например, есть такой спрайт, и он у нас вот так вот постоянно вращается. Вот, и стреляет в разные стороны. Вот, в той игре такого нету, поэтому я мог позволить себе сделать вот такие тени. Но, если как бы он будет вращаться, то это будет, ну, как минимум, например... А, неправильно. А в некоторых случаях еще и некрасиво. Как бы здесь еще более-менее нормально смотрится, но все равно, как бы, стоит это учитывать. Поэтому я вам советую первое время делать персонажей для ТДС вообще без каких-либо теней. Так, значит, что касается рук. А мы ее вот так вот добавим. Как бы она не должна сильно отступать от тела. И в какой-то степени она должна быть расслабленная. А можете, так сказать, представить себя на его месте, как бы вы держали это оружие. И тогда будет немного проще со всем этим определиться. Так, значит, с основой как бы разобрались. А теперь было бы очень не лишним его начинать закрашивать. Иначе по вот такой вот основе уже достаточно просто будет запутаться, где что находится. Поэтому сейчас вот так еще несколько пикселей подправлю. И уже надо бы его красить. Вот, то есть, получается, что вот он у нас так держит. Рука у него согнута в локте. В локтях даже. И на той, и на той руке, в общем. И уже можно вставлять сюда какое-либо оружие. Давайте посмотрим, как он будет при вращении. Ну, в принципе, пока ничего практически не смущает. Разве что эту руку я бы хотел сделать чуть-чуть дальше. Может, даже как-то вот так. Вроде изменения не сильные, но уже смотрится как-то более реалистично. А теперь, что касается персонажа вот такого плана, то эта рука у него уже должна быть, естественно, вытянута. Но, опять же, одна рука у него практически согнута пополам так в локте. Локте. Не суть, в общем. А вторая достаточно вытянута, потому что она держится за вот это вот место. То есть, там либо ручка находится, либо магазин. И, собственно, для погашения отдачи уже будет держаться вот здесь. Поэтому, так как у нас здесь одна рука будет вытянута, мы сразу, как бы так сказать, сплющим вот этот момент. И уже от него начнем делать вот такие вот наклонные линии. А, кстати, еще один очень важный момент. Так, ты уже надоел. Есть такая ошибка, которую я как раз сейчас вот начал делать. То, что персонаж стоит как робот. То есть, да, вот он стоит. И у него вот так вот перед собой руки вытянуты. И как-то вот так он еще должен держать оружие и стрелять. Даже как-то вот так вот. На самом деле, такого не бывает. И смотрится это, ну, как минимум, неинтересно. Поэтому, прежде чем так делать, мы дублируем и поворачиваем его вот так вот на 45 градусов, допустим. У нас здесь, естественно, получается полная лажа, поэтому сделаем немного по-другому. А нас сейчас интересует каска. То есть, это вот его голова. А вот все остальное уже, как бы, вот под таким углом должно быть. То есть, когда он будет стрелять, у него торс уже, как бы, слегка повернут. То есть, у него одно плечо вот здесь, второе вот здесь. Потому что здесь он уже держит за ручку свое оружие. А эта рука, как бы, дотягивается до ее второй части. И вот тут уже находится, как бы, само оружие. Вот. Но это, как бы, если совсем уже придираться, делать что-то такое более-менее интересное и красивое, вот. Ну, и можно и пойти по самому простому пути, как я показывал, прямые руки и такие вот дела. И, в принципе, самая большая проблема такого способа в том, что, вот мы сделали, как бы, практически идеальную вот эту дугу, но у нас получается, что две руки держатся за одну ручку. Это может прокатить, если у вас пистолет, который, например, который, точнее, держит двумя руками. То есть, есть такой хват пистолета, когда его держат двумя руками. Кстати, достаточно удобно иногда. Вот. В принципе, можно оставить, как бы, для примера. Но тогда его тоже стоит, мне кажется, немного вытянуть. Давайте вот так сделаем. Спасибо. 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 Отлично. Теперь это будет более правильно в том плане, что у него рука все-таки согнута сейчас в локте. и поэтому нам ее, вот эту часть, уже, как бы, особо не видно. А теперь нужно с рюкзаком еще чуть-чуть повозиться. И на этом, в принципе, все. А голову я оставил такую же, в том плане, чтобы, во-первых, не было никаких искажений, во-вторых, как бы, голова вращается отдельно от тела, ну, конечно, не само по себе. Но суть в том, что, как бы, взгляд у него все равно идет вот так вот, прямо перед собой. А по сути, нам осталось теперь только раскрасить и добавить. Какое-то уникальное оружие, чтобы можно было их распознавать. А, например, вот в этом макапе, в котором здесь есть уже и техника, и интерфейс, и все прочее, а я к этому еще, в принципе, вернусь. Как бы, мы будем рисовать практически все, что есть вот в этих вот макапах. Вот. Но пока что остановимся более подробно на персонажа. То есть, например, а с базучиком тут вообще все просто. А у него, как бы, вот это вот подобие РПГ, либо другой ракетной установки. А и, как бы, по сути, у него поза та же самая осталась, только вот это плечо полностью закрыто ракетницей. Вот. Во всех остальных случаях здесь меняется либо рюкзак, либо цвет, и, собственно, немного меняется оружие. Вот. В принципе, здесь мы сделаем то же самое. Но для начала подберем какой-нибудь цвет. И на этом можно будет закончить первую часть видео. Итак, давайте их сразу продублируем, чтобы остался, как бы, такой оригинал болванки. Выбираем заливку на клавишу G и F6, чтобы выбрать такой вот цветовой куб. И, опять же, отвечаю на еще один часто задаваемый вопрос. А чтобы сделать такой же кубик, нажимаем вот сюда. У вас, скорее всего, тут будет шкала какая-нибудь, вот модель RGB, допустим. Вот. Вам нужно нажать вот сюда и выбрать куб цветового тона. Все. Как бы никаких больше махинаций. А теперь, чтобы выбрать цвет, опять же, идем куда-нибудь зеленоватый. Ну, если, конечно, хотим сделать стандартный такой зеленый камуфляж. И просто пока подбираем, начиная с цвета каски. Вот видим, что с фоном, допустим, у нас как-то не очень сочетается. Теряется. Это хорошо в реальной жизни для камуфляжа, но в игре, чтобы такой вот не было путаницы, нам это ни к чему. Попробуем, в принципе, вот этот цвет. А, и зеленый, и выглядит нормально. Поэтому оставляем. Теперь можно выбрать коричневый, либо черный, такой темно-серый цвет для снаряжения. А я, пожалуй, выберу темно-серый. И не выбирайте черный цвет, пожалуйста. Просто, если мы зальем черным цветом, во-первых, мы не сможем сделать темную обводку, во-вторых, мы вообще ничего интересного с этим сделать не сможем. Да и, как правило, это смотрится вообще не очень. Поэтому, если вы хотите сделать черный, то берите просто темно-серый. Этого будет достаточно. Так, а теперь чуть посветлее. Вот такие вот детальки. Отлично. Цвета, в принципе, сочетаются нормально. Поэтому я их сразу так вот добавляю. А теперь, каска у нас, как правило, находится выше плечи и вообще всего остального, поэтому ей цвет мы делаем немного ярче. Вот так. А здесь мы делаем цвет немного темнее, так как у нас это все-таки нижняя часть, то есть плечи и ниже уже вот это вот предплечье с рукой. Даже еще темнее. Давайте сделаем что-то типа такого. То есть мы так вот отметили плечи и теперь все отлично. А перчатки также можно сделать серым цветом, имитируя черный. В принципе, каску тоже можно сделать каким-нибудь другим цветом. Либо, например, сымитировать здесь вот эту черную маску, балаклаву. Вот. В общем, здесь есть много интересных вариантов, как можно поступить, как сделать различный обвес для этих персонажей. Вот. Я еще об этом в следующих видео обязательно буду рассказывать. не переживайте. А пока что давайте еще что-нибудь интересненькое сюда придумаем. Ну, а пока я еще не придумал, давайте возьмем цвет обводки. Для начала просто самый темный цвет какого-либо оттенка и вот так вот его опускаем еще ниже. Можно даже еще ниже. И теперь как бы эту черную обводку закрашиваем вот таким цветным цветом. Так. На темно-серых деталях можно, в принципе, также и оставить. Так. А вот что касается каски, здесь чуть-чуть дела посложнее стоят. Попробуем сделать ярче и насыщеннее. И единственный минус в том, что у нас как бы вот этот цвет обводки сливается с вот этим цветом. поэтому в этих местах можно сделать пиксели более темного цвета. В принципе, давайте тоже таким же цветом, может даже еще чуть-чуть темнее. Хотя нет, тот вариант был интереснее. Поэтому пока что так и оставляем. Я думаю, можно сделать этот цвет еще чуть-чуть темнее, чтобы он не сливался. Вот. И, собственно, советую вообще всегда добавлять такую вот имитацию тени. В самом движке тоже обязательно делать тень, чтобы отделять персонажей от фона. Для этого мы дублируем самого персонажа, нажимаем Ctrl-U и яркость вот так вот сводим в минус 100. Теперь располагаем слой под слоем с персонажем и вот так вот его двигаем. Такая вот фейковая тень как бы получилась. Теперь непрозрачность ставим на необходимый нам уровень и все. Так, ну меня лично сейчас цвет как-то не очень устраивает, да и к тому же еще есть тут над чем поработать. Давайте вот так же продублируем сделаем и сделаем вот так вот на рюкзаке. Так, уже поинтереснее. Мы как бы добавляем тень, но при этом она такая нейтральная получается. Вот, теперь у нас уже смотрится более объемно. так и что-нибудь с руками такого придумать надо. Вот, в принципе уже неплохо, я думаю. А можно еще попробовать тоже темным цветом сделать лямки от рюкзака. Как правило, тоже выигрышный всегда вариант. Так, и теперь нужно сделать что-то с руками. Тоже что-нибудь так поинтереснее. Так, ну вот, в принципе, уже достаточно неплохой спрайтик получился, правда, пока еще без оружия. То есть, такие вот маленькие детали вроде добавили, а спрайт уже смотрится заметно лучше. Последнее, что я попробую, это сделаю чуть более желтоватый оттенок, более теплый, чуть-чуть прибавлю насыщенности и яркости. слишком чуть-чуть и незаметно. Вот, сделать что-то вроде такого. Всегда это смотрится по-разному, но здесь это смотрится не очень. Конечно, можно попробовать сделать еще вот так. Итак, значит, что мы имеем? Мы имеем вот такого персонажа, ну и вот такой его более простой вариант. И сейчас буду подбирать ему подходящий цвет. Также через Ctrl-Shift-Alt левую кнопку мыши. Так, начинаются лаги. Отлично. Пронесло. Вот, и теперь выделяю по отдельности каждый вариант. С помощью Ctrl-U я буду подбирать через цветовой тон какой-нибудь подходящий цвет. Это будет чуть-чуть побыстрее, чем тем способом, который я показывал минут десять назад. Также можно сделать такую вещь обесцветить с помощью Ctrl-Shift-U либо через Ctrl-U избавить насыщенность на минус 100. теперь нажав Ctrl-B, чтобы выбрать цветовой баланс, поиграться с различными ползунками и подобрать какой-нибудь интересный вариант. Пройтись также можно через Ctrl-L, то есть уровни, поиграться так сказать с контрастом, возможно тоже получится что-то интересное. Но из всех этих вариантов мне сейчас нравятся вот эти два и пожалуй вот этот вот финальный. На всякий случай еще попробую такой вариант как через Ctrl-B тени и сделаю их чуть-чуть синее. Вот в принципе это и все. В следующих частях видео я обязательно покажу как будем рисовать остальные вот эти три балански раскрашивать их вставлять различное оружие и конечно же все это дело анимировать. Ну а сейчас если это видео вам понравилось подписывайтесь и ставьте лайки. А также не забывайте про акцию о которой я сказал в начале этого видео. С вами был Арталаски до завтра.